Доброго времени суток! Сейчас я расскажу вам, как восстановить утерянные данные в операционной системе. Если вы удалили их из корзины, или же случайным образом удалили их с рабочего стола или другого раздела диска, а может быть и с флешки, а также отформатировали диск или флешку, а также если вирус уничтожил какие-либо данные. Для данного дела существует множество программ. Нам понадобится одна единственная под названием ReCava. Программа достаточно хорошо зарекомендовала себя. Она является бесплатной по отношению к своим конкурентам. Ссылочку на данный файл я скину в описании. Скачиваем ее с официального сайта Ccleaner. У меня она уже скачена. Устанавливаем. Что важно знать при установке данной программы? Если вы собираетесь восстанавливать какие-либо файлы из корзины, или на рабочем столе, либо же на диске C, то вам надо устанавливать программу на другой логический диск. Жмем костюмизм. Оставляем все галочки, как у меня. Под кнопочкой Install жмем ссылку Mo. В этой строке указываем путь установки на ваш диск. В данном случае у меня диск E. У вас может быть D или другие. Жмем кнопку Install. Программа установлена. Продолжим. Перед использованием программы ее необходимо настроить. Запускаем программу. Итак, мастер рекала. Отмина. В правом верхнем углу видим настройки. Если у вас какой-либо язык неподходящий, то вы можете его сменить. Настройки общие. Язык. У нас стоит русский. Выбираем вкладочку Действия. Обязательно. И вот здесь вот ставим галочку Глубокий анализ. Это делается для того, чтобы анализ ваших утерянных данных был более глубокий. И помог увеличить шанс восстановить те файлы, которые вы утеряли. Жмем ОК. Итак, попробуем что-нибудь восстановить с диском. Открываем нашу программку. Открылся мастер рекала. Воспользуемся им сразу. Жмем Далее. Выбираем тот тип файла, который нам нужно восстановить. Давайте выберем Документы и Видео. Или давайте все файлы выберем. Далее. Где будем искать. Весь диск будет очень долго. Поэтому выберем только, к примеру, рабочий стол. Далее. Включить углубленный анализ. Чтобы на восстановление ваших файлов было больше шансов, то необходимо включить углубленный анализ. Это займет, конечно же, больше времени намного. Но чего только не сделаешь для восстановления своих важных файлов. И жмем кнопку Начать. Сейчас какое-то время будет происходить поиск и анализ файлов в системе на диске. Долго будет это или мало, неизвестно. Ну вот, как подсчитала программка, около часа. А может и больше. Ну что ж, ждем завершения работы программы. Итак, поиск подходит к завершению. Ушло на него приблизительно минут 15. Но никак не два часа, как подсчитала программа. Анализ повреждений. Ну вот, кое-какие файлы с рабочего стола. Перейдем в расширенный режим. И попробуем восстановить какой-нибудь файл. В зависимости от цвета кружочка, мы можем понять, что файл восстановится легко или же с проблемами. Или вовсе не восстановится. Так как цвет данного кружочка обозначает степень поврежденности файла. Зеленый цвет должен восстанавливаться. Так. Ну может быть и красный, кстати, восстановится. Давайте попробуем. Шанс, что восстанавливается красный, тоже существует. Ставим галочку напротив файлов, которые хотим восстановить. Жмем внизу справа кнопочку восстановить. Выбираем тот диск, с которого мы не проводили проверку данной программы. То есть на противоположной. В моем случае локальный диск E. Проверяли мы вот этот, локальный диск C. А восстанавливать будем на E. Жмем ОК. Восстановлено полностью 0, восстановлено частично, частично 1. Окей. Посмотрим, что вышло. Ребята, восстановилось. Частично, не частично, а картинка восстановлена полностью. В том виде, в котором она была. И еще, о чем хотелось бы поговорить. О том, что данная программа имеет и дополнительные функции. Такие, как проверку всех удаленных файлов из корзины. И напоследок. Что тоже будет немаловажно сказать вам, что если вдруг при форматировании флешки вы сменили систему, файловая система. Если при форматировании флешки, еще раз повторюсь, вы сменили ее на FAT32, либо же наоборот, то шанс на восстановление данных у вас будет крайне мал. Скорее всего, вы не сможете восстановить с такой флешки никакие данные. Спасибо за внимание.